всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду купил в магазине на днях отличные говяжьи ребра смотрите какая прелесть мяса много сами кости не здоровенные не толстенькие то есть бычок довольно молодой значит буду готовить на углях но так как это все-таки ребра значит мясо богато не только вкусом но и жилами сухожилиями а значит вагеном то методика low and slow мой сегодняшний выбор то есть низкая температура и длительное время готовки а ночную с рассола для него мне понадобится вода и соль и немного вина красного сухого остальное вино буду использовать для подготовления глазури ну и кучу всякого разума гарнир тоже набрал поехали общий вес кусков два с половиной килограмма примерно 30 процентов наверное приходится на кости 15 процентов на салой жилы то есть мясо тут примерно 65 процентов или килограмм 600 граммов то есть соль я возьму чуть меньше одного процента 15 граммов будет достаточно воды 100 миллилитров и вина примерно 50 я сегодня не хочу использовать в качестве жидкости для рассола исключительно вино на мой взгляд 10 процентов внутри мяса дадут слишком сильный кислый привкус а вот смесь с водой будет просто идеально к тому же кислота которая содержится в вине и соль которая добавил разрушает стенки клеток соответственно клеточная жидкость будет вытекать поэтому на мой вкус гораздо лучше именно шприцевать нас а не мариновать его погружая в рассол я имею ввиду что если просто погрузить мясо в рассол то соль и слота из рассола проникнут мясо разрушат как положено мясные клетки и мясо потеряет свой сок на увидели когда происходит при сухом посоле сколько жидкости выделяется из мяса правильно в примоком это не так сильно заметно потому что мы так жидкости находится но там тоже самое все происходит а вот здесь сок хоть и будет выходить ну это сейчас предварительно накачиваю мясо жидкостью поэтому выйдет этого сока значительно меньше чем той жидкости который я сейчас накачал уже в мясо поэтому оно все равно останется сочным отлично пусть пока полежит а я пока раскочегаю угли не 15 минут и перерыв и можно приступать к тепловой обработки кольца прогревается значительно медленнее чем мясо поэтому сначала на прямом жару как следует погреваю ребра затем уже переверну и немного подрумяню мясо сверху и вот только после этого уберу мясо в условно холодную часть гриля под крышку и будут долго готовить на непрямом жару при относительно низкой температуре долго часа 3-4 по сути получится к духовке такой способ готовки это конечно не шашлык тот быстро готовится но и вкуса в ребрах гораздо больше чем шашлыки поэтому можно подождать ну я по крайней мере так считаю ну вот все подрумянилось как я хотел убираю мясо холодную зону условно холодную и накрываю крышкой процесс пошел мне надо будет периодически подходить подбрасывать уголька растянется как я уже сказал часа на 3-4 но мы с вами встретимся немножко раньше мне же еще и гарниром заниматься и 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 красота займусь глазодью и гарниром картошка молодая мелкая сварится быстро я вот часть углей отложил буду здесь сковородку греть мелко нарублю лук-шалот совсем мелко сюда немного оливкового масла так надо лук подрумянить он уже в отличном состоянии немного протертых томатов и кто уже обжарю обжаренные дадут сладковатый привкус и исчезнет такой относительно неприятный привкус кислых сырых помидор и вот теперь вино гранулированный чеснок гранулированный лук для загущения немного мед имбиря хочу добавить пластинками и немного соевого соуса то есть глазурь у меня будет такая с азиатскими мотивами баклажаны запеклись отлично и картошка готова все что надо выкипела так и парочку веточек зелени тимьян и розмарин и чеснок прям шкурки и вот сейчас можно и глазурь наносить сначала со стороны косточек а и 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 приправить соль масло бальзамический уксус ну что можно же выдвигаться к столу нет и по Субтитры сделал DimaTorzok Долгожданный момент пробы, долго пришлось ждать Ребра, это самое вкусное мясо у коровы, по моему убеждению, на мой вкус Это вот просто бомба, вот такой длительной готовки Оно сочное, оно нежное, оно с жирком, поэтому не пересыхает Оно обковывает вот этим рассолом-маринадом с легким винным вкусом Оно в потрясающей глазури, острота чувствуется, но очень слабо Имбирь почти не чувствуется, но он тоже присутствует Такие все на полутонах, это просто класс, картошечки Картошка сначала отварена, потом подпеклась, когда я добавил масла и помидоров Даже вот поджарились табачка, она как бы поджарилась С легким ароматом дымка, слушайте, это чудо Тает, и, конечно, бакалажанчик запеченный Тоже с ароматом дымом, потому что шкурка до обугливания доведена Это важно, это на такой каталонский манер приготовления Когда обугливается шкурка, снимается, мякоть получается с легким ароматом дыма Без вот этих вкусов обугленности, очень классно, с чесноком и с бальзамическим уксусом Это надо съесть Жалко, что места на гриле не хватило, чтобы еще и перец запечь Сладкий болгарский, был бы вот, если смешать с бакалажанами, вообще просто бомба Это прекрасно, это прекрасно Чеснок, оливковое масло, бальзамик, небольшое количество ссори И еще кусочек мяса Слушайте, я могу очень долго петь дифирамбы такому мясу Ну и вы сами все видите, сами прекрасно понимаете Выделите время Заранее запаситесь пивком и какими-то закусками Чтобы не было так грустно ждать, когда оно приготовится И вы получите вот такой результат Напоминаю, промокод Фреско Скидки на все ножи Самура Классные ножи Спасибо за компанию, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok